Теперь можно переходить к первому варианту дохраня, бескислородному или анаэробному дохраня. Как мы с вами сказали, топливом при бескислородном процессе является глюкоза С6Р12-6, а окислителем, окислитель амином точнее, будут являться ферменты, которые есть в клетке. То есть белки. Белки выступают в роли фермента. На самом деле они катализируют окисление, и как любой катализатор, сами в продукты реакция входит или не входит? Нет. Вот это очень важно. Глюкоза, чтобы не рисовать всякие длинные формулы, я ее запрошу вот так. Ну, у нас модель домика, да? Четыре этажа, чердак, подвал. Вот такая палочка разбитая на шесть квадратиков. Всем понятно, что я могу сказать? Сколько углеродов в каждом квадратике? Один. Парочка углеродов? А, нет. Один углерод. Что в каждом из этих углеродов, кроме нижнего и верхнего, что в каждом из этих углеродов подсоединено? У нижнего на один водород больше, у верхнего на один водород меньше. Вот он, как видите, можно вот такую коробку взять и сделать. Хорошо. Так вот. Помните теперь нашу модель зажигания костра в лесу? Вы сначала что делали с брюзгами? По резьбу. По резьбу, это хорошее занятие, накололи. Накололи. Ага. Накололи мелкую щепку. Но щепки сами по себе не загорят. Что надо сделать? Зажечь. Зажечь. Опять-то надо израслодовать ваши спички. Да. Да. То есть сначала вы должны вложить энергию, и только после этого пойдет процесс выделения энергии, волка разгребится. Совершенно так же и здесь. На первом этапе первая подготовительная база кислородного дыхания. Первая реакция вот сюда вот, к третьему геройку. Приходит молекула АТФ, и происходит реакция гидролиза. То есть отрывается один фосфат, фосфат остается вот здесь, на третьем геройке. А АТФ что осталось? Мы от него оторвали фосфат. Так, а энергия выделилась, а осталась АДФ? АДФ остался, именно так. АДФ. Аденозин дифосфат. Аденозин дифосфат. Один фосфат остался, да, пришли. Энергия при этом выделилась. Оторвали фосфат. Да, выделилась. Только она не входит в процессе. Эта энергия теперь заключается в воде в сфере. Скажите, что произошло с глюкозой? Общая энергия молекулы уменьшилась? Уменьшилась. 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 Здесь насветит фосфат. И еще одна молекула АТФ тратится. Фосфат погибли на этой молекуле в двух местах. Вот здесь и вот здесь. В глюкозе образовалось две насыщенных энергии швейки. Две макроэргические швейки. Вот это произошло в нашей модели костра, да. Что сделала клетка? Клетка зажгла стучка. Клетка потратила свою энергию. Затем, чтобы потом получить больше. Она пока вложила энергию в глюкозу. А на следующем этапе? На следующем этапе пришел фермент большой такой. И разрезал глюкозу вот так. Сколько молекул произошло? Две. Обе молекулы устроены одинаково или по-разному? По-разному. Смотрим. А положение у вас группы, это у правой борьбы. А вообще-то это две трехуглеродные молекулы, которые внизу висит в расходе. Это понятно? Да. То есть мы взяли, разобрали конструктор рюлета вот на такие детали. Славно. На этом, опять же, в нашей модели костра, на что похоже? Что сделала? Она сжигала свои спички. Выложила. А это она на руку в руку. Смотрите, была крупная молекула, что она с ней делала? Нет. Разложила. Крупный фрагмент на мелкие. Отлично. На этом, на этом подготовка закончена. И дальше начинается основная фаза. Основная фаза без кислородного дыхания. В основной фазе без кислородного дыхания, каждая из этих молекул, последовательно будет обработана цепочкой из четырех ферментов. Первый фермент, второй фермент, третий фермент, четвертый. И здесь, поскольку молекул примерно одинаковая, такая же дорогая. Все эти реакции относятся к окислительному типу. При окислительных реакциях энергия выделяется. И вот в такой цепочке дважды выделение энергии окажется достаточным для того, чтобы синтезировать молекул от этого. И в это это асфальт. Смотрим. Вот в этом месте выделение энергии достаточно для того, чтобы окловить асфальт и перешить его к АРДФ. Что образуется в результате? Соединили это с асфальт, что образуется АТФ. И в этом месте энергии выделено достаточно, чтобы передать ферменту, который ведет связь фаскаты с ЭДФ. Мы получили, как вы видите, при разложении вот этого, вот этой трехнадзородной молекулы, достаточной энергии, чтобы синтезировать. Сколько молекул от этого? Две. Раз. Два. О чем же выводим? На предыдущем этапе мы две молекулы АТФ затратили. А еще вторая есть. О, конечно. Абсолютно такой же дорогой пройдет вторая половина. В результате энергетического уравнения реакции безкослородного дыхания, как будет выглядеть? Минус два АТФ. Это на первом этапе. Получается или тратится? Тратит. На каждую молекулу глюкозы сколько АТФ отречено? Минус два АТФ. Так? Плюс сколько АТФ? Четыре. Четыре АТФ. В результате чистый результат. Два АТФ. Две молекулы АТФ. Две молекулы АТФ при работе с каждой молекулой глюкозы. Как же энергия затрачена на разделение глюкозы? Дело в том, что вот этот процесс пойдет без затрат энергии. В отличие от наших полкетров. Ребята, мы насыпали энергию вот эти две группировки. Для этого их насыщали энергию. Вот здесь они сами отворятся только. Что это чуть-чуть отполкнуть, все. С тема пришла в напряженное состояние. Смотрите, пока вы не натянули веревку, ее легко разъяснили, а если веревка натянута, дуба-дуба изо всех сил. Космос ножом, она лопнула. Нагряженная связь рвется существенно проще, чем обычная стандартная связь. И тебе понятно? Но дело в том, что в ходе этого процесса глюкозу нельзя кислить до конца. Посмотрите, вот эти вот вещества, которые остаются в конце. А это что такое? А это не простая неорганика. При полном учитывании глюкозы мы должны получить простая неорганика. Нет. А здесь мы будем получать сложные вещи. Сразу нужно сказать, что процесс это может идти по трем разным сценариям. Во всех случаях энергоэффект будет одинаковый. При всех вариантах бескислородного дыхания всегда на каждую молекулу глюкозы два ответа. Что будет отличаться? Вот это конечный прогноз. Вот это. Самый распространенный у нас клеток сценарий называется гликолиз. Глюкоза в конечном итоге разваливается на две молекулы очень простенькие органической кислоты, которая будет называться пировиноградная кислота, пиро, или сокращенно пируват. Два пирувата. Пировиноградная кислота. Да. Два, две молекулы пирувата. Плюс, вот это три глюколиза. Одна молекула глюкозы прошла глюколиз. За счет этого синтезировано две молекулы АТФа. И, конечно, так, получены две молекулы пирувата. И вот так, славно. Но, если вот здесь вот в конце мы поставим немножко другие ферменты, то конечный продукт окажется другим. В конце процесса может выделиться две молекулы молочной кислоты. Не глюкозы, а молочной кислоты. Энергия, при этом, будет получена ровно столько, сколько обеих. Вот так получают энергию все молочные кислоты бактерии. У них ферменты, которые ведут бескислородное дыхание по второму сценарию. И вот теперь вам станет понятно, что такое йогурт, пустокваша, кефир, мацони и так далее. Мы взяли и внесли молочной кислой бактерии в молоко. Вообще, большинство бактерий не умеют использовать сахар в молоках, лактоз. У них просто нет фермента, потому что с ним работают. Молочная кислая та группа бактерий, которая умеет работать с лактозой и превращает, вот запустил лактозу по этой дорожке и на выходе, в конечном итоге, лактоза превратилась в молочную кислоту. Это кислота. А значит, что будет в pH молока? Мало будет меньше. В ходе дыхания бактерий, как меняется pH молока? Смещается в щелочную или в кислотную кислоту? В кислотную кислоту. Это самый главный белок молока. Вот это неплохо знать. Не похоже, это сахар, конечно. Самый главный белок молока, его просто больше всего в молоке, козеина. Козеина. К-а-же-и-на. В норме это очень хорошо растворимый белок, а теперь смотрим, что происходит. Вот она, козеина. И в нормальном случае на поверхности отоглуба несколько гидрофильных радикалов. Вот так. Молекула притягивается к воде, то есть хорошо выходит в раствор, но не более того. Вот так вот. А теперь в молочной кислой бактерии выделили, используя лактоза, и выделили в следу много молочной кислоты. Первый раствор изменился. И клубок козеина выигрывался. В результате большинство радикалов, которые из нее торчат, стали связывать кога. Что началось? А началось вот что вот такая изменившая конформация козеина. Кубок перемотался. На поверхности уйма гидрофильных радикалов. то есть козеина связала огромное количество воды. Пока эта реакция не прошла. Если посчитать все молекулы воды в молоке и принять их за 100%. 100% молекулы воды. Как по-вашему, какое количество молекул воды в обычном молоке летает свободно, а какое количество связано на белках? 100%? Нет, не 100%. Примерно 1% связано на белках, а 99% летает свободно. А как же 100% воды, если там уже все все было? Еще раз. Мы принимаем, мы говорим только про работу. Только про работу. Не учитывая остальные вещи. Хорошо, а теперь, а что произойдет с водой после того, как резина поменял конформацию? В силе молекулы 99% могут сходить как котяты. А здесь окажется, что 40% молекул связались на белках, а свободно двигаться могут только 60%. Скажите, пожалуйста, как изменится дикучесть этой жидкости? Уменьшится. И во что превратится жидко молоко? Смешно. Нет, только не в сметану, потому что сметан делают не из молока и из сливок. Оку. А сметану. Просто квашу. Еще? В диопу. В диопу. Еще? В кефир. Нет. В кефир. Правда, для кефира используют не бактерии, а особые кефирные грибки. Но, по сути дела, они делают то же самое. В своей разъединительности кефирный грибок выделяют органические кислоты, которые приводят к трансформации козеина и количество свободной воды риск падает. В результате из свободной текущей жидкости мы получили достаточно плотный росток. А по вкусу грибок грибок от пустокласса отличаются? А как? С химической точки зрения процесс пример грибок откуда работают? Другие бактерии. Как называются бактерии, работа которых дашь грибок? У них есть свое, они все молочнокислые, болгарская палочка. Бактерии группы болгарская палочка были найдены в начале 20 века тот, кто будет пить митченковскую простоклассу, доживет до 100 лет. Эти бактерии потом селятся в наш желудке, точнее в кишечнике, и начинают нам помогать поливать пищу. Ну и оказался не настолько и не вправ. Под названием йогурт этот продукт уверен и покорил весь мир. И действительно нормальные йогурты являются полноценными и питательными продуктами, то, пожалуйста, не надо думать, что они реально могут повлиять на вашу фигуру. Если у человека все остальное плохо, то сделают вас красивыми и счастливыми. Это не волшебная палочка, это просто реально полноценный продукт. Хорошая палочка, болгарская и ее благодарят вам. Скажите, пожалуйста, простоквашу традиционную в каких местах на земной шаре? Багарин не в России. Это российский продукт. Как, например, такой же продукт будет называться на Кавказе? Гумыс. Не, не, почти. На Кавказе гумыс не делают. Тан или мацони. Но тан будут сделать из корового молока, а мацони из буйволиного. Буйволиного, молоко буйволов. За Кавказе, в Армении, допустим, буйволов содержали как домашний живот, но вполне, они сильнее в ухо, и на пакте, допустим, использовать их в ухо, и буйволин стали очень качественные, буйволиное молоко, да? А что такое Кавказинка, как вы сказали? Кавказинка? Нет, ухо, вы же знали, как ухо, что-то лошадиное. А кумыс, это хитрый напиток, только из лошадиного молока, из молока, как выявиться. Но кумыс, это уже напиток, который требует особого приготовления. С простоквашкой как, все просто. Оставил в крынке молоко, в косыке молоко, вот забыл про него на два дня, пришел, открываешь, а там же не молоко, там что-то. Простокваша, самокваша, она сквашилась под действием каких-то случайных бактерий, которые туда продали. Кумысу так не получится. Традиционная технология производства кумыса вообще вас удивила. Традиционный кумыс производитель самый настоящий, самый лучший кумысу именно для того, как я в этой спорте. К заводскому производству все не имеет ни малейшего отношения. Тоже кисломолочный продукт на основе капылиного молока, хорошо, разобрались. Ну и наконец, третья возможная стратегия без кислородного декория. Таким образом, получают всю энергию, очень важную для человека живое существо. Одноклеточные грибы дрожжи. Одноклеточные грибы дрожжи. Вот эти два фермента последней стадии ведут расщепление глюкозы по следующей схеме. Ну, здесь даже не в смысле всю реакцию выписывается. Реакция очень важна для человечества. Проработали дрожжи, последовательно пропустили глюкозу по двум этапам без кислородного дыхания. Дрожжам никакой кислород он нужен и на что взвалился сахар. На две молекулы СО2 плюс две молекулы С2 А5 УАНР. То есть за вещь вот такое вытянули вот это. углекислород славно. А что это за молекулы С2 H5 УАНР. А это, ребятки мои, винный спирт. Винный спирт. Это оно. Ну, я сказал, что это реакция чертовски важна для человечества. Виноделие действительно очень важная но только из-за виноделия я не стал про это делать рассказывать. до 20-го века, до начала 20-го века. Ну, а даже если мы еще немножко раньше возьмем до начала 19-го века. Основным продуктом питания для всех народов Европы был какой продукт? Каша. Каша была важна, это верно. Ну, кроме сук. Ну, сук. Хлеб. Хлеб. Чтобы выпить хлеб, нужна мука. А теперь попробуйте ради интереса сделать такую штуку. Спросите ваших родителей купить в магазине немного настоящей муки. Подчеркиваю, настоящей. Наши продукты под названием глинная мука являются очень сложной смесью. Туда уже насосованы ботные челки. Берем пригорши настоящей муки и делаем самое простое на свете тесто. Разводим в воду, получаем тестообразную массу и выпекаем в духовке. Печем хлеб. Откисты к хлебе. Пока он горячий, понятно, что вы есть нежели, а подождем на ночь остальное восказание. С утра что можно с этим хлебом сделать? С есть. А, да. С этим хлебом можно спокойно выходить на охоту на медведя. Дело в том, что при попытке откусить кусочек, от вашего колобка, сломаются все ваши дубы. Вы получите очень качественный кирпич, который можно пробивать в доске. Ну, у тебя, не знаю, все доска вот такого, да, такой толщины, и вы двух не только от себя таких досок наставили, взяли свеженький хлебушек. Понятно, что он свеженький, вы его испекли в доске, да? Этим свеженьким хлебушком прошибли доску. Попытка съесть такой хлеб ни к чему хорошему не приведет. Кстати, для тех, кто увлекается всякими художественными делами, есть такое простое водяное тесто, обычно туда солью еще добавляют не может. Зачем? Чтобы батареям потом не дать родную. А, я понял. Это очень хороший материал для мелкой скульптурной пластики. Из такого крутого киста можно лепить в любой фигурке. И когда вы выпекли в спичке, вы стекли ватрушечку. Эта ватрушечка в долговечности будет ровно такая же бронзовая отливка. Если вы ее высекли из мрамы. То есть такой ручный материал необычайный. Вопрос а съесть это как? Можно? Да. до этого было дрожжи добавить. А зачем дрожжи? Чем понадобится? Так получается ручной просто реально все что прессовалось. А дрожжи это детство поднимало. А как они поднимали? Дрожжи собрали с миски и взяли поднимали. Они хорошо используют публики из заказа. О-о-о-о! В ходе своего дыхания дрожжи выделяют углекислый газ. В результате все тесто превращается в спиненную массу. Тонкие пленочки теста отделяют пузырьки заполненные углекислым газом друг от друга. Вот если вы такую спиненную массу начинаете запекать, вы получаете рыхлый, ароматный, вкусный хлеб. При этом дрожжи одноклепочные организмы. А должен одноклепочный организм уметь синтезировать для себя все нужные вещества. Да, конечно. Никто ему помогать не будет, он обогащает нагляд. Поэтому дрожжи пока живут в тесте, они обогащают свою среду обитания витаминами, которые сами для себя синтезированы. В результате способ выпекания хлеба, где оказываются эти витамины, в хлебе, дрожжевое тесто, это полнокачиванный полноценный продукт, который кроме глюкозы, кроме сахара, кроме печатки и крахмола будет содержать массу всего на свете целого. Тот хлеб, который продается в Москве в магазинах, сделан экономной американской технологии. Дело в том, что традиционный возняк с хлебом требует очень много времени и затратить все. А можно сделать намного проще. Взять все вместе, всыпать в тщательно дезинфицированный бак с емкостью в этот класс, повезти к этому баку могучую энергоустановку, поставить мешалку, которая просто 20 минут очень интенсивно все это дело будет перемешивать. Потом нарежем на курс и выпечем. И получим хлеб без всяких дрожжей. Он будет очень пушистый, очень белый, очень красивый и по своим питательным ценностям совершенно равен спинному картону. Еще кроме крахмола, целевоза там причем целевоза там совсем немножко, в основном конечно крахмола, минимум белка, ни о каких витаминах даже ряда в речи не идет. У такого хлеба будет еще одно магическое свойство. Если вы нарежете хлеб на ломтике и просто забыли на пару часов такой ломтик на столе. Что с ним за пару часов проезжает? Полноцовый черствей, что вы ездили. Американский хлеб на льняносто не теряет пол, сразу превращаясь в черствую пластинку. А хлеб, обычный по традиционным технологиям, не будет черстветь, ну там не поважен. Пробуем разобраться, почему у всех налогов и всегда профессия пекаря традиционно считалась веселой профессией. Тесто могло часто убегать? А, как лучше. У пекаря убежало тесто, и все стоят смеются. Это действительно весело. А еще какие-то? А пока сдаешь тесто, можно куда угодно сходить. что-то сходить? Скажите, пожалуйста, при вытачке хлеба, вот вы взяли, дровой тесто завели, а ведь дрожжи произвели не только СОО2, что они еще произвели? Они еще давно произвели. При вытачке хлеба вы взяли краневку будущую, засунули в печку. Что со спиртом в этих условиях произвели? Загорится. Загорится. Конечно, не загорится, а спорится. В результате в нормальной пекарне чем насыщен воздух? Заново. Паралис спиртом. Концентрации недостаточны для того, чтобы человек получил какую-то высокую дозу обвинения, начал бы совершать социально опасные поступки, пошел бы в пути алкоголизма и прочие вот такие городские страшилки 21 века. Варечка не имея из этого следочка трактором статей. Концентрация порой патонола в данном случае такова, что вообще это возникает приподнятое настроение, хорошее внутреннее ощущение, то, что люди называют эпоризмом, результат технологического процесса, традиционного процесса. Но влево течение для всех народов мира, за ревчайшим исключением, это действительно одна из важнейших. Ну, а для многих народов мира и виноделие традиционное тоже очень важное составляющее. Во всех странах Средиземноморья, начиная от Испания, Испания, Италия, Греция, страны Черного моря, это и тоже продолжение Средиземноморья, понятно? Грузия, Армения и так далее. Какие завоеватели считались за всю историю самыми злыми? Не, 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 не важно какой народ какие земли завоевывал. Вот бывают люди, которые после завоевания, после завоевания, я не прошу сейчас назвать народ, я прошу назвать особенности поведения завоевателей. запрещали сеять хлеб и запрещали растить виноград. Так? Без всего остального люди обойтись могут. На средиземноморье традиционные люди без хлеба и без вина обойтись не могут. Точка. А куда взялась борьба с алкоголизмом в 21 веке, в 20-21 веке, эта история отдельная. Дело в том, что традиционная культура исчезает, они уходят в прошлое. А для культуры мегаполисной, которая изменяет, культура гигантских городов, там действительно проблемы возникают и с добавок и с использованием алкоголя и массой других проблем, которые в традиционных обществах вот в такой форме, как сейчас, просто не выступают. Люди живут в мире. Вот это мы немножечко с вами обсудили. Три разные пути без кислородного дыхания. Первый путь гликолизм, результатом является первая наградная кислота. Второй путь молочно-кислое брожение, результатом которого является появление молочно-кислосброводки. И третий путь спиртовое брожение, от которого на дожке же брожено. Вот это бескислородное дыхание.